Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 17 мая, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Владимир Путин анонсировал рекордный урожай зерна в России. Мировые цены на удобрения могут вырасти на 70%. У фермеров появилось свое лобби при правительстве. Эти и другие новости далее в выпуске. Среди ведущих экспортеров сельхозпродукции Россия оказалась единственным государством, которое в этом году ожидает высокий урожай зерна. Такое заявление сделал специалист французской компании Агрител Артюр Портье. Наверное, так распорядились какие-то высшие силы. В стране, которая очень серьезно ограничивает свой экспорт квотами, пошлинами, погода будто нарочно способствует производству. Не знаю, как в ваших регионах, можете поделиться в комментариях. А у нас на юге дожди шли и осенью, и весной. Поля сейчас выглядят великолепно. Конечно, там, где их хорошо защищали. А в это время страдают от недостатка влаги США, в особенности самый пшеничный штат Канзас, Европа, в особенности Франция. На Украине ситуация, конечно, иная. Погода благоприятна для сельхозпроизводителей, но ввиду известных событий аналитики прогнозируют, что урожай пшеницы в новом сезоне снизится на 30, а то и на все 50%. На прошлой неделе вышел майский прогноз Минсельхоза США. Вы видите, какое серьезное падение в нем прогнозируется для Украины. Россия же, считают эксперты, сохранит свое лидерство по экспорту, несмотря на все сложности с транспортировкой продукции. По урожаю пшеницы США дают для России весьма сдержанный прогноз – всего 80 миллионов тонн, это без учета Крыма. Практически все российские аналитики уверены, что сбор будет выше. Но аналитики, к счастью, более свободны в своих прогнозах, в отличие от президента, который уже предрек рекорд. В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечивать внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров. Российский зерновой союз считает, что 87 миллионов тонн получить вполне возможно. Глава аналитического департамента РЗС Елена Тюрина предполагает, что сбор озимой пшеницы может составить 64 миллиона тонн, а яровой – 23,5 миллиона тонн. Прогноз совыкона – 87,4 миллиона тонн. По итогам 2022 года удобрения на мировом рынке могут подорожать на 70%. Такой прогноз дал Всемирный банк в своем апрельском докладе. Всемирный банк отметил, что в первом квартале текущего года удобрения повысились в цене на 10% и нет никаких предпосылок к тому, чтобы они стали дешеветь. Напротив, перебои с поставками из России и Белоруссии, остановка заводов в Европе из-за дорогого газа и политика Китая, который ограничивает продажи для защиты своего внутреннего рынка, приведут к тому, что цены продолжат расти. И вот интересные факты. Цена на диамоний и фосфат выросла в 4 раза по сравнению с январем 2020 года. В текущем году он подорожает еще на 50%. Сейчас его цена в глубоководных портах Европы чуть менее 1000 евро за тонну. Хлористый калий за первый квартал 2022 года подорожал на 80%. И тут свою лепту внесли санкции против Белоруссии, которые запретили экспортировать калийные удобрения. Удобрения из России приобрести тоже непросто. Блокированы и железнодорожные, и морские перевозки. Калийные удобрения в глубоководных портах Европы стоят около 600 евро за тонну. По прогнозу Всемирного банка, рост цен на удобрения замедлится лишь в 2023 году. К счастью, на российском рынке удобрения стоят все-таки дешевле, чем на мировом. Но все равно каждому сельхозпроизводителю хочется, чтобы затраты на минеральное питание были поменьше, а прибавка в урожай, наоборот, побольше. Что делать? Эффективнее использовать минеральное питание. Компания Еврохим совместно с ВНИ Аграхимии имени Прянишникова провела онлайн-семинар, посвященный листовым подкормкам. На конференции выступило 14 спикеров, среди которых 5 докторов и 6 кандидатов наук. Это ученые из ВНИ Аграхимии имени Прянишникова, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Алтайского государственного аграрного университета, а также эксперты-консультанты компании Еврохим. Но самое главное, что видеозапись этого семинара доступна на нашем сайте Агробук.ру и также на канале Удобрения Еврохим. Смотрите, и мы надеемся, вы подчеркнете много нового. Вернемся еще раз к прогнозу Минцельхоза США, чтобы взглянуть, каким видится в будущем сезоне рынок кукурузы. США в силу задержек Сева могут недобрать более 16 миллионов тонн. В два раза падает производство на Украине. Небольшое снижение ожидается в ЕС. Урожай кукурузы в России прогнозируется на уровне 15,5 миллиона тонн. Объем экспорта кукурузы из России совсем невелик, но он может сократиться примерно на 200 тысяч тонн. Вероятно, потому что российскому животноводству тоже нужны корма. В целом, мировой экспорт кукурузы в будущем сезоне снизится на 7,5%, прогнозирует Минцельхоз США. Баланс по зерну становится все более напряженным. Как изменить ситуацию – большой вопрос для всего мира. В Европе, например, слышны призывы отказаться от мяса. В апреле статсекретарь ФРГ Ниль Санен даже привел такую формулу. Если немцы станут есть на 30% меньше свинины, то около миллиона гектаров можно будет высвободить и отдать не под кормовые культуры, а под продовольственную пшеницу. Распашка залежных земель тоже стала одной из практик Европы для спасения человечества от продовольственного кризиса. Но насколько эффективными будут эти меры, мы увидим по итогам сезона. Переходим к жизнеутверждающим новостям. У фермеров России появилось свое лобби при правительстве РФ. Под руководством вице-премьера Виктория Абрамченко создана постоянная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами государственной поддержки КФХ и ЛПХ. В состав группы вошли представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, депутаты Госдумы и сенаторы, а также 8 представителей Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств. Назову их поименно, чтобы вы знали, к кому обращаться. Аккор Рязанской области, Владимир Мемоглядов. Аккор Курганской области, Владимир Олейников. Омская область, Иван Бригерт. Новгородская область, Иван Переев. Краснодарский край, Александр Шипулин. Представитель от Чеченской республики, Леча Татаев. Татарстан, Камияр, Байтимиров. Якутия, Александр Артемьев. Вот эти люди, вокруг которых нужно объединяться, и которые теперь имеют непосредственный доступ к вице-премьеру и представителям министерств. На первом совещании члены рабочей группы подняли вопросы о доходности КФХ, о диспаритете цен, о трудностях в получении кредитов и субсидий, о недоступности несвязанной поддержки, а также о большой контрольно-надзорной нагрузке. Вопросы подняты. Теперь мы от всей души желаем фермерскому лобби и успехов в защите интересов КФХ и ЛПХ. Неприятная новость для тех, кто иногда все-таки поджигал стерню, чтобы побыстрее освободить поле от соломы и начать сев. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги, а также сельхозпалы, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнем. По словам Абрамченко, в России должна быть введена отврезвляющая ответственность, а не штраф в 2000 рублей. Больше всего от огня в этом году страдают Амурская и Курганская области, Приморский, Хабарский и Красноярский краи. Южных регионов в этом списке не оказалось, но если штрафы повысят, то их, конечно, повысят для всех. Минсельхоз предложил перенести обязательное внедрение в ГИС зерно на 1 сентября 2023 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перенос сроков позволит участникам рынка приспособиться к системе прослеживания в связи с текущей внешнеполитической обстановкой. Напомним, что добровольное тестирование системы должно начаться с 1 июля. Обязательное предоставление данных по всей цепочке движения урожая с 1 сентября 2022 года. Но велики шансы, что эти сроки изменятся. На этом наш выпуск завершен. Друзья, мы желаем вам успехов, продуктивной работы на полях. Смотрите семинар, который выложил Еврохим. Смотрите наши видео, наш спецпроект по кукурузе. И оставайтесь с нами. А еще увидимся на Золотой Ниве. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok